друзья всем привет прямо сейчас мы находимся на юге москвы в городском парке вот если мы сейчас с вами на секундочку посмотрим по сторонам то что мы с вами увидим автомобили легковые автомобили грузовые суп компактные здоровые машины передвигаются на бензине на газу на дизеле появляются электрокары которые стоят по 9 миллионов рублей появляются гибриды при этом по всему миру правительство стран призывает народ ставить автомобили передвигаться на общественном транспорте приезжать на работу на велосипеде и на сегодняшний день если вы будете детально всматриваться по сторонам то вы увидите интересную деталь что в городском потоке стали появляться люди которые передвигаются на различного рода самокатах и делают это гораздо быстрее потока друзья сегодня у нас электро самокат куга м5 люкс именно о нем мы сегодня с вами поговорим сделаем у него тест-драйв и обзор обо всем по порядку прямо сейчас я всегда с вами был честен вот этот электро самокат не подарил один из наших акционеров именно так и называю всех тех кто подписывается на канал он мне говорит димон вот тебе электро самокат вещь полезная катайся развивайся учись на них ездить ну а сними нам на него ролик я покатал с ним примерно три недели на самом деле друзья я поражен вот честное слово вам говорю ранее когда я ехал в потоке думал как вот на некоторых самокатах есть модели попроще поменьше люди умудряются так быстро разгоняться так вот на самом деле сегодня вот эти электро самокаты в городе реально могут заменять транспорт в летнее время давайте я вам об этом буду рассказывать что мы имеем модель называется куга м5 люкс она немного отличается от других м5 так называемых а чем она отличается но в первую очередь смотрите вес вот этого самоката составляет 26 килограмм то есть если вы спускаетесь куда-то в метро либо заносить его домой он тяжеленький но не настолько чтобы вы устали он обладает моноприводом непосредственно только задний здесь привод разгоняется вот эта малышка создать скорости 60 километров в час хотя в документах заявлено что с колес будет примерно 68 километров но 60 он реально едет я на нем разгонялся этом самокате я возвращался с центра москвы сюда в царице это примерно 15-17 километров вот здесь снизу у нас идет под декой батарея батарея у нас идет 26 ампер часов вольтаж у нас 48 мощность 1200 ватт передняя подвеска что интересно у нас идет пружинная двойная здесь пружин идет с одной стороны с другой когда вы проезжаете различного рода неровности он реально сглатывает понятное дело что если вы на скорости 60 километров влетите в какую-то большую яму на которой и машину то можно там диски по память ну ты просто-напросто него слетишь но я передвигаюсь по тротуару в принципе нормально ступеньки бордюрчик это съезжаешь ну целом не чувствуется что интересно у нас здесь стоит фонарь он идет на 4 диода и вечернее время когда я его включал мне сначала показалось ну как ты знаешь он так тускленько светит но когда ты едешь по дороге вот со стороны он просто рассеивать просто реально такое ощущение как будто нечто ей просто-напросто нечто то есть дорогу он в принципе освещает но если отталкиваться того что ты будешь передвигаться по каким-то темным маршрутом то его будет не хватать поэтому сейчас уже есть различного рода тюнячки доработки есть различные версии где здесь уже будет идти больше фонарей то есть можно прямо поставить будет действительно достойный свет наша версия она уже идет влага защищенная если верить производителю то он разрешает на ней кататься и в дождливую погоду разрешает на нем кататься зимой люди действительно едет конечно ты скажешь как на нем зимой ездить можно дрёпнуться во-первых в городах у всех все по-разному например в москве там и в больших городах тротуар посыпают чистят естественно в минус 30 станем ехать на работу но это неправильно а вот в минус 5 тепло оделся 5-7 километров а дома долететь можно телескопическая у нас вилка идет то есть ты можешь опустить ниже выше поднять все как на велосипеде то есть все элементарно в метро спускаешься куда-то заходишь например в автобус тоже все здесь можно сложить что интересно управляется все это дело с ключика то есть мы что делаем подходи поближе подходим вставляем в замок зажигания проворачиваем здесь нас показывает количество заряда тока дальше мы зажимаем кнопочку он включается я сейчас специально перевел такой режим летний чтобы ну поменьше жал батарейку то есть мне уже все понятно здесь на самом деле в этом меню ничего сверхъестественного нет здесь есть три режима скорости первый режим он тебя ограничивает например там до 27 километров в час то есть ты больше не разгонишься второй до 45 и 3 то есть максималка до 60 также он тебе показывают твою скорость когда ты едешь ты видишь сколько ты едешь он тебе показывает батарейку что у нас есть еще у нас есть задний фонарь само собой для безопасности передвигаешься все диодное когда просто стоит самокат включенный если мы никуда не едем он там буквально через минуту выключится сам есть сигнал ты представляешь сигнал это реально очень громко самое что интересно когда ты едешь по тротуару на него никто не реагирует потому что он сигналит как машины и многие люди просто идут и думают то что это где-то там по дороге сигналят мы катаемся на нем уже достаточно давно руль удобный два тормоза передний и задний тормоза гидравлические это кстати один из минусов предыдущих моделей на м4 если мне не изменяет память была проблема с ними какие-то происходили поломки сейчас же люди говорят что производитель все доработал никаких вопросов нету модель реально очень компактный то есть если сейчас взять его можно сложить но его разбирать не буду то есть его просто можно сложить и все можно в багажник положить то есть по длине он не большой габарит я вам сейчас увожу на экраны положил в багажник приехал куда-то поставил раз поехал покатался значит что еще интересно у него что сюда можно поставить сиденье она у меня была я его снял один болтик забыл бы вкрутить я сейчас показываю на экране как это выглядит вот друзья одни скажут да ну блин сиденьем как-то смешно на самом деле очень даже круто я садился да люди идут люди смеются люди улыбаются значит ты вызываешь какой-то позитив да ты и сам видишь ты прикинь ты вот сидит просто на самокате едешь так при этом ты едешь 60 километров люди в потоке на тебя смотрят думают да чё за фигня на тачках они стоят а ты тут просто такой мухой фух-фух-фух спустился метро доехал там как-то подальше ну в общем мобильная вещь реально удобно спускаешься с ним метро все смотрят обсуждать таки да вот эта модель интересная наверно нового а есть попроще модели вот вы скажете слушай вот и рассказываешь самоката сколько же он стоит вот эта модель в реале сегодня стоит примерно 43 тысячи рублей естественно все ссылочки будут в описании вы можете ссылаться на меня вам мог продадут по цене ну примерно там 39 900 подчеркиваю это продвинутая модель потому что многие его путают есть просто m5 где будет меньше аккумулятор где будет меньше запас хода и он будет стоить на 5000 дешевле вот этот вот товарищ может проехать примерно 70 километров вот запас хода ты зарядил все поехал на самом деле 70 километров это с головой я целый день на нем катался потратил примерно 45 км объехал весь центр опять же понять правильно то есть ты на нем больше как путешествуешь таки наш туризмом занимаешься есть по сторонам смотришь гуляешь там заехал в кафе кофейку взял при этом когда я возвращался домой третья передача 60 километров я просто летел как он заряжается подойди поближе здесь все элементарно вот здесь есть скажем так бак куда вы вставляете пистолет вставляете в обычную домашнюю розетку и происходит заряд заряжаться он будет в реале ну примерно ночь то есть вы поставили допустим там что в 8 в 9 вечера заряжаться к утру он у вас будет заряжен то есть если ты там будешь его рассматривать с точки зрения реально передвигаться на работу и твоя работа от дома до 30 километров находится то в принципе каждую ночь ты его заряжаешь плюс ты его на работе можешь подзарядить устройство компактное зарядное ну то есть внутренним охлаждением чтобы ничего не переглела не перегрелась не загорелась за ночь пожалуйста есть его рассматривать с точки зрения передвижения там в день там 10-15 километров тут его заряжать можешь принципе вообще там раз в неделю на выходных колеса здесь идут тоже с резиной такой условно внедорожный потому что на этой резине вот можно также запросто кататься и по земле вот я вам даже продемонстрирую поначалу когда я на него первый раз стал и нажимал на курок то есть как мы здесь передвигаемся вот стоит курочек кто катался на квадроциклах плюс-минус вся та же самая история ты на него нажимаешь он едет если я не ошибаюсь то ли в этой версии то ли в других версиях там подороже есть даже круиз-контроль ты можешь выставить двадцатку и ты будешь ехать он просто будет постоянно держать 20 километров что действительно круто вот он земля попер вы прекрасно знаете что как работает подвеска если сейчас разгоняться и просто ехать постоянно так кто-то в 10 то он будет все сглатывать но так конечно это самокат и поэтому когда ты едешь по неровности вон так но в целом прикольно понимаешь ты как райдер ты все можешь гнать на нем промеж деревьев а пошел 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 тормоза задний тормоз очень резкий передние еще реже то есть к нему нужно привыкать опять же здесь все новое потихонечку притормаживаешь будет нормально я разгонялся 60 когда знаешь там раз ты едешь резко красный загорается ну блин маленько даже страшно притормаживаешь думаешь как бы с него не полететь кубарем а если полететь кубарем с такого товарища на 60 друзья ну блин 60 по городу вот машины сейчас едут разрешено ехать 60 они едут скоростью ну там 40 50 как позволяет трафик вот этот товарищ выдерживает вес примерно до 150 килограмм то есть на нем катаются некоторые с детьми ян при встаю сзади аккуратно спереди встает ребенок держится за руль мы едем вдвоем одному конечно же комфортнее больше места можно так статья как катался я там по-разному вставал и вот так то есть я был как марти макфлай из назад в будущее но действительно весь прикольно подъехал у тебя есть подножка вот эти вещи вы не поверите их уже вовсю начинают тюнинговая то есть можно поставить gps трекер если вдруг у тебя угонят есть даже версии на которых уже штатно идет сигнализация у тебя будет пульт и выходишь он у тебя как бы блокируется колеса блокируется конечно от угона это не спасет потому что сложил в багажничек положил поехал все на день рождения кому-то его дарить но если будет трекер то нужно будет копаться искать ставят цвет дополнительный ставят подсветки ленты диодные пожалуйста пускают и едешь опять же можно скрыто установить динамики хочешь сюда поставить и стал у тебя на телефончике музыку включил все ты едешь незабудки мы серьезно так и катаются сюда можно установить какой-нибудь дополнительный держатель для телефона ты включил навигацию все едешь наушники у всех сейчас пошлют эти модные беспроводные ты едешь наушниками пожалуйста можно фильм смотреть передвигаться подчеркиваю но вот этих вещах все катаются по тротуару поэтому вещь сама по себе прикольная компактная его можно хранить там где угодно дома на балконе в шкафу в багажнике сами видите то что он сам по себе небольшой но в живую он конечно смотрится более громоздким значит есть версии подешевле так например они начинаются пациентам от 10 тысяч рублей в чем будет разница разница будет он то что будет проще будут меньше колеса будет меньше фишек будет меньше функций он будет в первую очередь меньше проезжать он будет меньше и у него будет меньше максимальная скорость эта же версия действительно прокачана если вы спросите сколько сегодня стоят такие топовые самокаты ценник примерно 120 тысяч рублей ориентир такой с точки зрения владения и содержания естественно когда вы покупаете его новым вас есть на него гарантия вам в комплекте сразу тут вот такой набор ключей что действительно очень полезно даже в хозяйстве может зачастую пригодится здесь есть все что нужно для того чтобы обслуживать вот этот ваш электросамокат все вот эти ключи нужны больше для того чтобы подкручивать ну вы смотрите поймите правильно вы передвигаетесь на нем если бы вы ездили только по идеальной дороге ничего бы здесь не разбалтывалось но в силу того что тротуар с бордюрчик а ты съехал все вот эти крепежи по кругу до пизде нужно периодически подтягивать с какой периодичностью это делать это больше будет зависеть от вас но здесь все элементарные просто едете если чувствуете что что-то там начинает дребезжать громыхать остановились спокойно подтянули если вдруг сами не разбираетесь не знаете не хотите заморачиваться в один прекрасный день заехали к ребятам где купили они вас встретят все они вам обслужат все они сами вам посмотрят по большому счету здесь если не ошибаюсь только за тормозами еще нужно будет посматривать все дальше заряжаете катаетесь в общем для тест-драйва мне понадобится моя маленькая камера друзья я надеюсь конечно то что я не навернусь не потому что нужно же и придерживать здесь как получается то что одной рукой мы держим руль до газ даем другой рукой мы тормозим я конечно попробую что-нибудь заснять будет час ветерок ну поехали прокатимся хотя бы кружочек вокруг парка понимаете вот сейчас на улице пример двадцать пять градусов стоишь свяжешься на улице вижу хорошо едешь кайфуешь честно говоря вот сейчас на велосипеде было бы полезнее едешь педальки крутишь на велосипеде опять же будет жарко подъедешь если приехал куда-то по делам пришел весь запыханный а на этом встал оделся в рубашечку и попер на работу вот утром вот обращайте внимание кто рано ездит на работу по сторонам сейчас хорошую погоду по тротуарам очень много таких людей вот они все стоят а я спокойно еду вот на самом деле разгоняться на нем это прям вообще запросто not разгоняя 60 одной рукой рулить неудобно потому что я хотел еще что-то подснять в общем друзья придется верить на словам опять же технические характеристики все есть прет запросто то есть задний привод прямо толкает и разгоняешь самое что интересно есть версии подороже они будут с полным приводом представляете есть версии где колеса будут еще больше стоять которые сделаны как бы для внедорожной резины и все те кто думает то что это для детей на самом деле я вижу очень много пенсионеров которые действительно на них передвигаются мужики с работы с сумочкой раз сзади поставил потому что есть версия где будет еще багажничек в общем вариации васа но вот так вот для пешей прогулки для передвижения на работу с портфельчиком куга м5 вообще запросто друзья если вдруг вы захотите купить похожую модель или же какую-то попроще подешевле обязательно воспользуйтесь их ссылками перейдите по ним посмотрите пообщайтесь с ребятами звоните ссылайтесь что вы от мошкова торгуетесь вам по-любому сделают скидку подарок возможно какой помогут настроить все это сделают с улыбкой с рукопожачьим вы будете довольны я же считаю что вещь действительно достойная мне интересно что будет лет через 5-7 как будет развиваться данный рынок но сегодня он меня действительно поразил в общем я вас всех приглашаю в комментарии пишите ваше мнение что вы думаете по этому поводу кто бы из вас хотел купить кто из вас считает что это фуфло и почему высказывайте полностью ваше мнение ставьте лайки ставьте дизлайки подписывайтесь на наш инстаграм-канал там всегда выходит только свежие новости подписывайтесь на сам канал дальше будет больше интересных роликов